Итак, всё началось. Когда же всё началось? Всё началось более чем 52 года назад, когда в городе Кемерово в семье советских и партийных работников родилась я. Девочка Елена, которую очень любили её мама и папа, очень любили бабушки и дедушки, очень любили прабабушки и прадедушки. Ну, прадедушки мои недолго были с нами, а вот прабабушки оставались всё моё детство. Бабушки и дедушки, конечно же, тоже. И у меня была ситуация просто аховая на 6 постоянно присутствующих взрослых плюс 2 временно присутствующих прабабушек, то есть на 8 взрослых по существу, я была единственным ребёнком. Единственным ребёнком, за которого конкурировали, за которого переманивали, которому всё время спрашивали, так сказать, кого ты больше любишь, ну и так далее. Потому что у меня были мамочка, папочка, бабушка с дедушкой с одной стороны, бабушка с дедушкой с другой стороны и две прабабушки, то есть были живы бабушки моего, одна бабушка моего папы и одна бабушка моей мамы. У меня есть фильм о моей прабабушке, который вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Фильм называется «Моя волшебная пра». Буквально с детства прабабушки особенно таскали меня по лесам, по полям, собирать травки, рассказывать, что и как. Мама тоже всегда, когда со мной гуляла, делилась со мной своими научными знаниями. Она была исследователем растений, но она была химиком, современным химиком, то есть она исследовала химию растений. И она с удовольствием мне рассказывала о растениях, и бабушке моей рассказывали, и прабабушке рассказывали. В общем, все подряд учили меня травкам более или менее, в большей или меньшей степени. Но поскольку речь идёт о маленьком ребёнке, наверное, они учили как могли. Я сама интересовалась травмами тоже очень сильно, но в то же время заинтересовалась и простыми детскими вещами. Играми, игрушками, и школой, и рисованием. Больше всего любила в детстве рисовать. Вот, ну, пошла в школу, выросла. А поступила в институт, поступила я на юридический факультет, хотя хотела поступать, ехать в Академию художеств. К экзамену в Академии художеств я была готова. Готовилась к нему много лет самостоятельно, то есть я с 11-летнего возраста ходила в детскую художественную школу, потом в художественное училище, и вполне была готова сдать сложнейшие, на самом деле, экзамены по рисунку и чё-пися для поступления в Академию художеств. Особенно рисунок сложно было подготовиться, сложно сдавать. Но мама моя, когда узнала о моих планах об Академии художеств в Питере, она мне категорически это запретила, потому что жизнь в общаге в Питере, да ещё и студентов-художников, это богема, это алкоголь, это наркотики, это бог знает что. В общем, нет, я была, как бы, надежды моей семьи были на меня, что я в Кемерово, что я какой-то серьёзный человек, а владеваю какой-то серьёзной профессией. И мама стала меня очень серьёзно склонять в сторону юридической профессии, то есть давай становись юристом. Но я сказала категорически, что если юристом, то только адвокатом. Ну почему адвокатом? Ну что ты, почему какой же, почему адвокат, почему не судья в будущем, почему не какой-нибудь чиновник администрации и так далее, почему нет? Я говорю нет. Ну у меня просто вторая по силе моей, второе по силе желание было, да, кроме желания рисовать, у меня было желание всех защищать. Желание всех защищать – это эмпатия, это было сочувствие всему миру, сопереживание всем людям, сопереживание страданиям всех людей абсолютно. Я, кстати говоря, в юности и в молодости очень-очень-очень сильно страдала из-за этого, из-за того, что у меня вот эта эмпатия была обострённой, острейшей просто эмпатией. То есть если я видела кого-нибудь несчастного или страдающего где угодно, чаще всего мне попадались несчастные и страдающие животные, собаки, кошки, голуби в городе, я спасала их всеми силами, какими только могла. То есть я готова была пойти на любые жертвы, на любые конфликты для того, чтобы спасти всех несчастных, которые попались мне на пути. В возрасте около 30 лет мне казалось, что вот это вот сочувствие ко всем живым существам, сочувствие ко всем всем людям, сочувствие к любым страданиям, сопереживаниям, это было от того, что меня так воспитывали, что как бы семья такая, такое настроение. Когда я стала старше и припомнила хорошенько семью взрослых и так далее, нет, не так было. То есть мои взрослые, они такой эмпатии к окружающему миру не испытывали, в какой степени я испытывала. И они эту эмпатию не поощряли, они ее во мне не культивировали вовсе. То есть никто во мне не культивировал христианские ценности, никто не водил меня в церковь, никто... Ну, правда, дедушка дал мне 9 лет прочесть Библию, но это уже другой вопрос, это немножко другая история. Он дал мне ее с точки зрения познания прочесть. Но вовсе не о нежных чувствах к миру, и к каждому живому существу шла речь в этой ситуации. Тем не менее, эмпатия была огромной, эмпатия была для меня естественной в детстве. Ну и поэтому заканчиваю школу, уж если не художником, то я сказала, уж если не художником, хотя художник – это как раз тот, кто живет, наслаждаясь красотой Божьего мира. Невероятной красотой, потому что Господь выражает свою любовь к нам в красоте, которая нас окружает. Это главный его дар нам всем. Это главное наслаждение, которое все мы можем испытывать от того, что мы пребываем на Божьей земле. Так вот, если не художником, то тогда защитником, потому что в мире очень много, потому что очень много несправедливо обвиненных, потому что очень много страдающих, очень много страждущих, которым нужна помощь. И как я могу защитить? Я могу защитить, если я буду защитником. Защитник – значит адвокат. И я пошла на юридический факультет и стала там учиться. Но по ходу учебы на юридическом факультете, конечно же, у меня было и много хобби. Я еще в школе увлеклась боевыми искусствами. Я занималась каратэ, дзюдо, боевым самбо. Закончила с тем, что я занималась армейским рукопашным боем и потом стала уже тренировать детей, одновременно будучи студенткой юридического факультета. За это время я познакомилась с множеством очень интересных, очень достойных молодых мужчин. Которые всерьез конкурировали за мое внимание. И из них я выделила своего будущего первого мужа. Выделила я его потому, что я с ним много разговаривала. И мне показалось, по результатам этих наших разговоров, что он будет самым лучшим папой на свете. Что ему дети нужны и дети для него величайшая ценность. Я тогда наивно подумала, что и семья в целом для него величайшая ценность. Но потом оказалось, что семья все-таки на втором месте, что детей он больше любит. Но это было позднее. И в результате я вышла замуж за Антона. Через год у нас родилась наша замечательная дочь Катенька. Которая сейчас уже 30 лет исполнилась. 31 год будет вот сейчас. Буквально через несколько дней исполнится уже 31 год. Мы жили вместе, мы счастливы, но совсем недолго. Разрушила нашу семью я. Это я признаю полностью. Разрушила я ее потому, что я не могла понять моего мужа, который оказался действительно самым-самым лучшим папой на свете. Но, возможно, самым ужасным мужем, какого можно представить. Его стремление быть со всеми женщинами сразу, обладать множеством женщин, оно было абсолютно неукротимо. Но я тогда в свои 20 с небольшим хвостиком лет понять этого стремления никак не могла. Я думала, что я прекрасна, я совершенна, и этот мужчина должен принадлежать только мне исключительно. Обратите внимание на то, что я думала о человеке другому в терминах принадлежности. Вот тогда, тогда для меня это было так. Тогда для меня было то, что муж принадлежит своей жене, жена принадлежит своему мужу, дети принадлежат своим родителям, ну и так далее. Вот эти заблуждения, они привели к тому, что семья моя была разрушена. Причем ушла из нее я. Просто поступки моего мужа стали несовместимы с вот этим вот моим, с моими какими-то принципами, с моим внутренним миром, вот этим вот и так далее. Вот этот очень болезненный конфликт. Но уходя, я понимала, что я виновата в том, что я разрушаю семью, и я постаралась оставить после себя, так сказать, ну какой-то хороший след, если возможно. То есть, во-первых, я сохранила любовь дочери к отцу, отца к дочери. То есть, я сразу сказала, что Катя есть и всегда будет твоей дочерью, ты будешь есть и будешь всегда самым любимым и самым лучшим на свете папой, самым лучшим ее папой. И всегда буду говорить тебе только самое хорошее. Я выполняла это. И у дочери, у моей великолепные отношения с ее отцом на протяжении, ну она уже взрослый человек, на протяжении всей ее жизни. И я очень ему благодарна за то, что он всегда о ней заботился. И всегда, кстати говоря, в будущем помогал мне. То есть, это реально настоящий мужчина. Ну, а моя жизнь, как человека, разрушившего семью, она пошла совершенно-совершенно такими безумными зигзагами. Ну, во-первых, к этому времени я уже работала адвокатом, работала адвокатом 10 лет, уехала в Москву, будучи избранной во всякие разные адвокатские всероссийские образования, будучи даже избранной в 28 лет на должность заместителя-председателя. Чем я долго гордилась, ну как бы, что меня выбирали тогда, но сейчас, ну, во-первых, время показало, что никакой практической ценности это не представляло. Нет организации, нет должности. Все это было проходяще, все это было мимолетно. Да и к тому же показало мне другое. Показало мне, что не надо вылезать на самый верхний, не имея какой-то базы, не имея базис основания. Вот если площадка, на которой стоишь, она неустойчива, она не укреплена, нельзя взлетать вверх. Упадешь и очень больно расшибешься, потому что удержать может только основание. То есть, если человек хочет какой-то всероссийской власти, у него должны быть минимум связей и деньги. Ну, как минимум связей и деньги. Устойчивое положение, большой заслуженный многолетний авторитет и так далее. Все это не пустые слова. У меня же ничего этого не было, у меня был только разум, ну, относительно небольшой адвокатский опыт и мое адвокатское красноречие, благодаря которым меня выбрали. И пробыла я в этой должности, по-моему, два или три месяца, что-то такое, после чего меня с грохотом оттуда свергли. Не свергли и так далее. Вот. После этого я еще немного подержалась за адвокатскую карьеру, но вскоре решила ее закончить, потерпев еще несколько разочарований, несправедливостей в судах, еще одну разбитую любовь, огромную, величайшую, которая была для меня всепоглощающей и разбилась о волны несправедливого, неправосудия. Вот так скажу. Рассказывать подробно сейчас не буду, может быть, какие-то отдельные видео когда-то сделаю про эти, про эти свои любовные истории давно прошедших лет. А, ну, что дальше? Дальше надо как-то жить снова. И я подумала, что вот теперь я буду жить как предприниматель, я буду жить как художник, я буду жить по-новому. То есть я реализую себя в каких-то своих новых сферах. Наверное, я не буду превращать это видео в многочасовой рассказ об этих приключениях, злоключениях, может быть, дальше. Но скажу коротко. Я надеялась, что я вот сейчас укреплюсь, сейчас заработаю, куплю себе московскую квартиру, но результат был плачевный. После московской жизни я вернулась в Кемерово, вернулась в достаточно побитом состоянии, ну и начала в Кемерово бизнес как художник. Я стала делать резную мебель, стала скульптором по дереву, стала зарабатывать не очень большие деньги этим тяжелым ремеслом, тяжелым ручным трудом, но чувствовала себя счастливой. Довольно много занималась живопищей в это время, какое-то непродолжительное время счастья у меня было. Но тут произошло событие переломное для моей жизни. Моя мамочка очень тяжело заболела в это время, и буквально через несколько месяцев она умерла, умерла у меня на руках, можно сказать. эта трагедия, уход моей мамы, она в будущем, в жизни, вот сколько ни было у меня, каких-то еще трагедий, ухода близких людей и так далее, она ничем не перекрылась. Ну, за исключением одного, одного единственного эпизода, о котором я чуть дальше вам скажу. но вы знаете, это испытание было невероятно. Мне было только 33 года, когда мама умерла. Кстати говоря, она много раз предупреждала меня о том, что вот в 33 года тебя ждет какое-то серьезное испытание. Да, это было самое страшное испытание, потому что у меня было такое ощущение, что когда ее закапывали, закапывали меня. Она была моим защитником, моим защитником. То есть я всем защитник. У меня всю жизнь такое чувство ко всему миру, я защищаю всех. А она защищала меня. Вот так. Это как шутка из мультика, когда Чебурашка говорит Гене, Ген, давай я понесу чемоданы, а ты меня. Тот, кто защищает защитника, он несет и защитника, и те самые чемоданы. Давай я понесу чемоданы, а ты меня. Вот моя мама всегда была моим защитником. Она была моей опорой, она была моей базой, она была моим домом в единственном лице. Она была тем человеком, к которому я всегда могла прийти, перед которым я выпендривалась. Мне бывало перед ней очень стыдно, она бывала серьезно, меня ругала за всякие мои глупости. А глупости я делала немало, кстати говоря. Может быть, она не все понимала, тоже, что происходит. Может быть, где-то и она ошибалась. Такие и такие вещи тоже бывали. И я сейчас, подходя к возрасту, до которого она дожила, я прекрасно ее понимаю. Я понимаю, что не все она знала, не все она понимала. Но единственное, что она делала всегда, она всегда защищала меня. Всегда. Вот это было самое главное. И вот я ее не стала. И эта боль не проходила. Вот похороны прошли, все прошло. Но боль от потери мамы не прошла. И я в этой вот каком-то, вот в этом вот постоянном пребывании в этой боли стала делать какие-то глупости, метаться как будто бы. Я связывалась с какими-то непотребными людьми совершенно. То есть я пыталась что-то найти, я пыталась что-то построить, но когда строишь из боли, что-то строишь из боли, это получается на нервике, истерично. Это не получается. То есть берешь не тех людей, берешь не те факты, берешь не те, не знаю, не те какие-то события притягиваешь к себе. В общем, не строится из боли, не строится на нервиках вот это серьезное какое-то будущее. Поэтому ничего не получилось. В результате я решила со всем этим покончить, сбежать куда-нибудь подальше, сбежать в Питер. Питер я всегда любила. Питер – это не слушайся Академия художеств. Вот в Питере у меня есть родственники. В Питер я и решила бежать из вот этого вот этапа своей жизни, который закончился смертью моей мамочки, моего самого главного защитника. Я уехала. Я уехала в Питер. Я продала квартиру. И уехала с деньгами в Питер для того, чтобы купить квартиру, забрать Катюшку. Катюшку оставила пока Антону на очень небольшое время. Уехала покупать квартиру в Питере. В Питере я не купила квартиру. Я была так самонадеяна, что решила, что я заработаю недостающие 15% один раз обернув эти деньги. Я ничего не знала о бизнесе. Я никогда не занималась никакой по существу предпринимательской деятельностью. Вот то, что я сказала вам про производство резной мебели и живопись, это была ремесленная деятельность. Или фриланс, как сейчас хотят говорить. Но это ни в коем случае не было бизнесом. А я решила, что я предприниматель, что я могу заняться бизнесом. Я влезла в незнакомое мне совершенно дело, дело, которого я не знала. Закупила товары на свои деньги, которые были у меня на квартиру. Надеялась эти товары быстро продать, но не смогла их продать. И кончилось это тем, что на эти товары меня просто кинули. То есть через год примерно без смысленных попыток их продать у меня их еще и украли. Таким образом я потеряла деньги на квартиру. Год этот в Питере я, конечно же, забрав Катюшку из Кемерово, прожила, делая, ну, как бы, работала на реставрации дворца в Гатчине. И там же были ребята, которые делали очень крутые коттеджи, где нужно было резное дерево, нужны были гобелены, нужны были росписи на стенах. Вот я все это делала. За это меня пустили с дочерью временно жить в такой коттедж, просто недостроенный. Мы там год, да, год, наверное, целый, может быть, даже больше года прожили. Работа была очень тяжелая. То есть работа художника-реставратора, который еще дополнительные деньги какие-то производством резной мебели, ручной работы пытается заработать. Это работа штукатуры-маляра и плотника в одном флаконе, так сказать. При этом у меня дочь-подросток, у которой там еще начались проблемы в школе, буллинг всякий и так далее. Мне еще с этими проблемами нужно было разбираться. И при этом, и при этом я же женщина 34-35 лет в это время. У меня же, у меня же, мне же личная жизнь нужна. Мне же любви хочется, мне же хочется чего-то такого, какого-то вот счастья личного и так далее. Ну, поискала я это счастье по Питеру и нашла я себе там актера. Актера театра и кино Сергея Горчакова, фамилию которого я и сейчас ношу и который является отцом моего сына Александра. Так вот, с Сергеем мы познакомились в 2006 году в Питере. Он увидел меня сразу как художника. Я увидела его сразу как актера, как автора песен, как гениального совершенно композитора. И я действительно влюбилась в его гений. То есть это был человек не просто талантливый, а вот ярко-гениальный. Такие стихи, такая музыка созданная им. Честно говоря, я потрясена, знаете, чем больше всего, что прошло уже много лет после его смерти, произведения его забыты и практически ни кем, кроме меня, не оценены. Вот это меня удивляет. Ну что ж, знаете, судьба такая. В общем, может быть, я была не объективна. Может быть, я была не объективна, потому что, наверное, на меня повлияла еще та самая моя эмпатия, то самое мое гиперсочувствие, сопереживание всем страдающим вокруг меня. Потому что во время первой же нашей встречи с Сергеем с ним случился приступ эпилепсии. Причем очень тяжелый приступ эпилепсии. Такой страшный. Вот именно страшный вид был приступ эпилепсии. Ну, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь это. Но если не видели, то и не надо. Если Бог вас сберег от этого. Вот так. Вот. В общем, человека, который с такими приступами и в то же время с гитарой, с такими стихами, с такими песнями, он же в первый же день песню написал, посвященную мне. Это же было волшебно на самом деле. Но и в первый же день я схватила кисточку и буквально в несколько движений написала его портрет, который самой, мне кажется, весьма удачным. Мы начали с Сергеем жить вместе в его крохотной комнатке в коммуналке на Васильевском острове. Катюша не захотела с нами вместе жить. Она захотела уехать к отцу в Кемерово. И я ее отпустила, потому что у нас были, конечно, ну, мягко говоря, очень стесненные условия. У Антона всегда было и денег намного больше, чем у нас, и условия жизни хорошие. И вообще он стабильный, надежный, конкретный, хороший адвокат. Но не о нем сейчас речи. Речи Сергея Герчакове, с которым у нас была какая-то фантастическая, нереальная, абсолютно уносящая, не знаю, уносящая в космос просто любовь. Но, может быть, это было у меня только. Мне сейчас кажется, по прошествии, опять же, многих лет, что, наверное, в космос уносящая любовь-то была у меня, у него была простая потребность во мне, как в источнике всяких материальных благ, потому что денег он не зарабатывал абсолютно, он нищенствовал, буквально жил на содержании у друзей. Я решила, что это не должно быть так, что теперь у него есть я, и я должна его содержать. Я стала искать способы зарабатывать не только художественным трудом, потому что художественный труд не приносил стабильных доходов, и вот я нашла себе новое занятие, которое стало приносить мне деньги стабильные. Дело в том, что я кандидат юридических наук, и я стала просто научным негром. Я стала писать в Питере чужие диссертации на заказ, чужие дипломные работы, это очень маленькие заказы для меня были. Я в основном писала кандидатские диссертации юристов, кандидатские диссертации по философии, по истории, и даже по другим гуманитарным наукам. И написала несколько не только кандидатских, но и, наверное, за эти годы пять или шесть докторских диссертаций. То есть делала настоящее открытие, работала в библиотеках, очень много писала, очень сильно поумнела. Знаете, был такой интересный момент, прорыв разума такой. То есть когда вот я понимаю, что мой разум должен охватить это. То есть я должна это понять. Я должна смогу это понять. Такая уверенность в себе есть. И в то же время мозг просто взрывается. То есть мозг сопротивляется тому, чтобы так резко в него впихнули столько информации, заставили ее быстро проанализировать, сделать какие-то новые выводы, что-то такое. В общем, мозг кипел, взрывался серьезно совершенно. Прямо на физическом уровне. То есть было ощущение кипения в голове такое. Но тем не менее, прошла я через это ощущение. Было мне даже очень интересно через него проходить. Думаю, интересно, думаю, у меня будет инсульт, или я смогу написать эту работу за ночь. Смогла тогда, смогла первый раз, смогла второй раз, смогла десятый раз. И пошло-поехало. В общем, к 2009 году, когда мы с Сергеем официально поженились, у меня уже был хороший опыт работы в этой области, то есть как научного негра, а мы с Сергеем занимались тем, что я организовывала его концерты. Я делала для него декорации, чтобы он снимал свой фильм. Я зарабатывала деньги, чтобы все это дело финансировать. Концерты его почему-то тогда не приносили никаких сборов, а я тратила столько времени для того, чтобы собрать на них публику. В общем, сейчас, когда я это рассказываю, да, вот из самого рассказа, очевидно, что никому, кроме меня, и, может быть, двух-трех его друзей, его творчество-то было и не нужно. Но я тогда этого не видела абсолютно. Я считала, что я работаю на то, чтобы принести в мир свет нового гения. Вот нового гения Сергея Верчакова. Вот такая была история. Вот. И по прошествии... Кстати говоря, интересно. В 2009 году мама Сергея заболела. Очень сильный инсульт у нее был. И мы пересиделись к ней в квартиру, где я за ней год ухаживала. Ну, в общем-то, она умерла после нескольких еще инсультов. И мы остались с Сергеем вот в этой его квартире. Стали... Ну, как бы наши жизненные, наши условия жизни стали несколько бы просторнее. Но материальные условия остались прежними. То есть мы по-прежнему жили на то, что я зарабатывала своим научным, научно-негрекианским трудом, написанием чужих диссертаций. Мы тратили большую часть денег на технику для того, чтобы он мог снимать фильм. Мы тратили огромное количество наших средств на то, чтобы у нас были концерты какие-то, на которые почти никто не приходил. Но на афиши-то нужно было тратить. Афиши нужно было разработать, афиши нужно было распечатать, расклеить по всему Питеру. Кстати говоря, афиши нравились людям больше, чем его песни. Афиши, которые рисовала я, не странно. Ну, вот такая вот была у нас жизнь интересная. И в 2010 году Сергей вдруг стал настаивать, чтобы мы отправились в путешествие на море. Он прямо потащил меня на море на это. То есть это... Мне было страшновато. Он потребовал, чтобы я купила скутер, 49 кубиков. Скутер, не машину, скутер. Я его купила. У Сергея не было прав из-за эпилепсии. Ему никогда бы их не дали. Но он уверенно сел за руль этого скутера, посадил на него меня. Сгромоздили мы какие-то вещи с собой, палатку. И поехали мы из Питера к Черному морю. Вот такое путешествие хотели совершить. До Черного моря мы не доехали. Скутер сломался на половине пути, но мы проехали часть европейской части России. Мы въехали в Белоруссию. И в Белоруссии мы сломались окончательно. Вращались опять уже из России. Доехали мы до Старого Оскола. Ну вот так вот уже на юг России добрались. С очень интересными людьми по дороге познакомились. Опять же, как-нибудь расскажу. Как-то я рассказывала про то, что я там отразила нападение волка настоящего. Причем ментально отразила. У меня есть видео про это. Я ссылочку лучше внизу выложу, чем сейчас. Сейчас как-то нет настроения рассказывать про это. Вот. И мы вернулись в Питер. Уставшие, измученные этим путешествием. Но продолжили жить-поживать. Потом 11 ноября 2011 года я совершила еще один подвиг. Я бросила курить решительно. О чем тоже рассказывала отдельно. Опять же, тоже другое видео можно посмотреть. И буквально через год после этого, то есть после того, как я бросила курить, был, значит, наш сын Сашка. Для меня это было невероятным счастьем. Величайшим счастьем просто. То есть я была так рада, что он у меня есть. Я не ждала, не делала этого специально. Это вот именно вот Бог так распорядился. Но когда это событие произошло, то у меня вот настоящее счастье было. Прямо полет просто. А вот у Сергея нет. Сергей не обрадовался. Сергей испугался. Ну, его тоже можно понять, этот человек. Конечно. У него была такая универсальная мама у моего лица. И тут вдруг она будет мамой какого-то другого ребенка. Вот Сергей испугался. И вся наша красивая жизнь, красивая любовь сломалась в тот же миг. Ну, во-первых, он сказал мне вещь, после которой я реально его разлюбила сразу. То есть вот какой-то такой я человек интересный, что, наверное, вот эта вот любовь к детям она у меня настолько выше и больше всех остальных видов любви. Вот смотрите, Антон самый лучший в мире папа, да? То есть он самый лучший в мире папа. Он всегда любил свою дочь, нашу дочь всегда любил, обожал ее. И любит других своих детей. И у меня никогда на самом деле не проходила любовь к Антону. Я разрушила с ним семью, я не могла с ним оставаться, но я никогда не переставала его любить. И сейчас я люблю его. А вот страсть к Сергею Горчакову, которой уже много лет к этому времени было, с которым мы уже к моменту зачатия Сашки, мы прожили с ним уже семь лет. Вот семь лет этой страсти, этого служения, моей надежды, что я сделаю этого гения, что что-то такое, вот они все, все эти семь лет моей страсти, моей любви, моего обожания, они закончились в один миг. А закончились они так. Когда я ему сообщил о беременности, он рассказал мне анекдот про две полоски. Анекдот звучит так. Папа одевает сына, колготочки надевает ему и говорит, вот запомни, сынок, две полоски – это жопа. И вот это, вот это, в ответ на сообщение о том, что у нас как раз две полоски, что у нас беременность есть, это уничтожило полностью мою любовь. Ну, а раз любовь уничтожена, значит, будет уничтожено и все остальное. Понятно, да? Наверное, я это показала, я думаю. Потому что Сергей начал пить, он явно пытался, что только не пытался делать, он пытался, как это сейчас называют, газлайтинг, буллинг, да, вот эти вот всякие вот эти вещи, словечки эти. Кстати говоря, тогда я этих слов еще не знала, они не были так популярны в интернете. Но вот именно этим он занимался. То есть он рассказывал мне, какая я дура, рассказывал мне, какая я нехорошая, обзывал меня такими словами, которые для меня неприемлемы, доказывал мне что-то, говорил, что я что-то забыла, что я ничего не понимаю, что ничего не происходит. При этом требовал у меня деньги на водку и пиво, постоянно пил, отказался работать, отказался делать там у нас еще вещей. В общем, каждый, каждый, каждый день это были новые, новые, новые вот эти вот какие-то обиды, оскорбления, какие-то вот эти вот штуки, которые делали совершенно точно специально. Не могу ничем его оправдать за это. Он доставлял мне невероятные страдания. Я даже не знаю, были ли когда-нибудь в жизни, в моей, ну, в смысле, кроме одного случая, о котором дальше расскажу, да, кроме одного эпизода, были ли когда-нибудь в моей жизни большее страдания, чем пока я вынашивала Сашку и терпела вот это все. А почему я это все терпела? Потому что у меня разваливалось здоровье, потому что как это, то хвост отваливается, то лапы ломит, то хвост отваливается. Я шутила об этом, да, опять из мультика шутку взяла. Но на самом деле в организме, ну, мне было 40 лет. 40 лет, беременность, и организм посыпался. Ну, может быть, еще на фоне вот этого буллинга со стороны мужа непрерывного и невозможности заработать себе на хорошую жизнь или как-то обеспечить себе хорошую жизнь и какой-то отдых. То есть продолжение вот этой вот большой-большой-большой постоянной работы все время. Болела спина, болели почки, болела печень, болело все. Все, что могло заболеть и не могло заболеть. Вот на самом деле. Болело сердце, ну, в общем, весь организм. Пошел нафиг. И пошел нафиг мой организм до такой степени, что у меня в какой-то момент очень резко упало железо. Меня положили на сохранение в больницу моментально, потому что я... Ну, то есть, вот, знаете, когда падает железо в крови, содержание железа в крови, да, не могут вырабатываться красные кровяные тельца, ощущение такое, что тебя просто гасят, что ты как бы так, как огонек такой, раз, и догораешь, и становится все равно, и ты уходишь так медленно, спокойно, медленно и спокойно уходишь. Но я чувствовала это, и я очень хотела, чтобы Сашка жил. То есть, я бы, может быть, для себя бы не стала этого делать, так рваться, а для него стала. Денег на лекарства не было. Лекарств этих не было в клинике, денег на лекарства не было. Нужно было сейчас, как сейчас, помню, 15 тысяч рублей на эти лекарства. Вот. И я в этом, ну вот, лежа на сохранении, среди других беременных женщин, я была беременной женщиной с ноутбуком, которая, лежа на сохранении, быстро зарабатывала себе 15 тысяч, в то время, когда у нее падает гемоглобин в крови, на фоне этого. Я за несколько дней заработала, буквально там 2-3-4 дня. Гемоглобин мой понизился еще больше, катастрофически, но деньги на лекарства я себе добыла. И я позвонила своему мужу и попросила его взять эти деньги, пойти в аптеку и купить мне лекарства. То есть я ему просто их на карточку перечислила. А мой муж пошел и эти деньги пропил. Вот просто. Пропил и все. И лежу я такая с ребенком в животе и умираю. И понимаю, что больше я подняться и еще раз заработать. Просто не могу. Ну все. Уже голова не поднимается. Уже никак. Уже не то, что ничего не соображаю, а уже не могу даже двигаться, чтобы нажимать на клавиши, что-то еще сделать, что-то еще. То есть я уже ничего не могу сделать. Врачи ходят буквально матеряться, почему же мне никто не несет лекарства эти. Я же сказала, что принесут. А я уже даже ответить ничего не могу. А к моей соседке по палате пришел ее муж проведать. И все это дело визит и слышит. Вот. Что врачи матеряться бегают, что я лежу, визит. Мужчина просто встал, вышел и через 20 минут вернулся с этим лекарством. То есть он просто пошел и купил мне это лекарство за 15 тысяч рублей. я безмерно благодарна. То есть мужчина просто пошел и спас жизнь мне и ребенку. Сразу же. Он не спрашивал ни о чем, не обещал. Вот он сделал так. Он совершил такой поступок. Я благодарна безмерно ему и его жене, которая меня пожилела в такой степени и так далее. Редко было такое в моей жизни, чтобы так вот люди мне помогали. Бесконечно благодарна, на самом деле. Бесконечно благодарна. Это лекарство он принес. Мы с Сашкой выжили, выбрались из этой больницы. И потом нужно было Сашке родиться на свет. Когда Сашке нужно было родиться на свет, история повторялась. Ну, все в жизни, наверное, повторяется дважды. И снова я заработала денег на то, чтобы нам выйти из роддома благополучно. И когда Сашка родился в роддоме, я снова писала какую-то работу, чтобы у нас были деньги на коляску. И опять я дала эти деньги Сергею Горчакову. И Сергей Горчаков снова эти деньги пропил. Более того, он практически не забрал нас из роддома. То есть нужно было забрать нас около восьми утра, он забрал нас около шести вечера. Приехал пьяный, грязный. И то даже не сам приехал, а друг его приволок, потому что очень стыдно было другу за то, что Сергей так себя ведет. Так с нами поступает. Вот. Потом был еще год вот этого ада. Что мне только мой муж не говорил? Что я прикрываюсь ребенком, чтобы я не смела им прикрываться. Что я там самый ужасный человек на свете, потому что я не так много денег ему даю на его выпивку. Мне тогда приходилось продолжать давать ему, потому что он вымогал их страшно. Это легко рассказывать вот так вот. А когда человек вымогает деньги на алкоголь, человек, имеющий прекрасное высшее образование актера, театра и кино, которому учили актерскому мастерству, то есть он может манипулировать эмоциями целого зала зрителей. Не то, что управлять эмоциями одного человека, который перед ним находится. То есть это легко ему сделать. Он это делал от всей души, он вызывал у меня самые кошмарные эмоции. В таком вот положении, то есть я воспринимала это буквально как пытки. В таком положении я провела целый год. Сашка встал уже в кроватке к этому времени, уже стоял, научился стоять. Я защищала его всеми силами. Ну вот к тому моменту, когда Сашке был год, я собрала наконец себе денег на то, чтобы купить авиабилет и сбежать из Питера в свой родной город Кемерово. Но бежать я хотела не в Кемерово, я хотела бежать в сибирскую деревню. То есть я понимала, что в Кемерово, вернее, как понимала, я наверное, чувствовала, что ли, что что-то новое, что-то свое, что-то интересное я смогу сделать только если я уеду в лес, только если я уеду в сибирскую тайгу, только если я погружусь туда, где была сила моего детства, откуда растут, росли корни моего, моей живописи, откуда все мое вдохновение, откуда моя сила. Действительно, сибирская тайга для меня это было местом моей силы, а силы в тот момент уже почти кончились. То есть я слишком далеко оторвалась от этого места, уехав в эти столицы, занимаясь этими вещами и так далее. И я в день, когда Сашке исполнился год, ровно год, 3 августа 2014 года, я взяла с собой Сашку в кенгурушке, такой на грудь ешрицы, кота в переноске и ноутбук в сумке. Я оставила все свои книги, все свои вещи, вообще все, кроме ноутбука, ребенка и кота я оставила в Питере и просто уехала в Кемерово. Для того, чтобы муж не мешал мне, я тупо его напоила. Я купила ему канистру, пятилитровую канистру спирта и сказала, любимый, я дарю тебе ее на дне рождения нашего сына, хочу тебя поздравить. И он меня ее на голубом глазу принял, еще и поблагодарил. А наше отсутствие после подарка ему канистры спирта он обнаружил через четыре дня. То есть он позвонил мне только через четыре дня. Я при этом не выключила телефон, уже уехала в Кемерово. В Кемерово сняла квартиру и план мой состоял в том, чтобы получить материнский капитал и купить себе дом в Сибирской тайге. Ну, план этот я выполнила, Сергей Верчаков остался тогда в Питере и оставался тогда в прошлом. А я за несколько месяцев оформила материнский капитал и стала искать дом в Сибирской тайге. Но, правда, у меня был маленький ребенок, которого нельзя было оставить. И у меня не было машины, поэтому искала дом я не сама, а искали мне дом риэлторы. Вот меня буквально вчера один человек спрашивал, почему, почему именно Малиновка, почему именно здесь. Да, именно Малиновка, потому что именно в Малиновке оказался за мои деньги дом, в котором можно сразу жить было. По крайней мере, мне так представили, что в нем сразу можно жить. Что у него была печка, была крыша, он был не сырой, не гнилой, не что-то еще такое. И название деревни Малиновка мне понравилось. И то, что дом самый последний в деревне, и то, что тут никого почти нет, что деревня Крохотная, вот это все мне понравилось. И еще было такое ощущение, то есть я, когда встала здесь на землю, я поняла, что вот здесь, вот здесь она сила. Вот здесь она сила. Вот она. И я еще, когда сюда ехала даже, я понимала, что я обязательно, обязательно здесь что-то придумаю, что что-то новое начнется, что, ну, что отсюда начнется мое возрождение, моя новая жизнь. Ну вот, дорогие друзья, я рассказывала вам это все 47 минут 56 секунд. Вот у меня передо мной таймер на камере висит. Я думаю, что, может быть, для первой серии достаточно, или доведем до часа до сказать все остальное. Нет, не знаю. Я думаю, что я немножко устала уже, я вам просто первую часть своей истории рассказала. Я обещаю, что в ближайшие дни я соберусь с духом и расскажу вам историю своей жизни и становления в деревне Малиновка. Пока я рассказала вам предысторию до того. Вот так вот с годовалым сыном я приехала сюда. Я въехала в этот свой прекрасный дом 1 мая 2015 года. А в апреле 2016 года я уже завела свой канал на ютубе, где вы меня смотрите, и уже стала как бы развивать свой бизнес медвежьего угла. То есть медвежий угол появился, ну замысел его появился буквально в апреле 2016 года. даже не появился замысел, а оформился замысел. Вот эту вот форму принял. То есть что именно это будет? Первый год, который я здесь провела, я просто собрала травы и просто предложила их купить своим подписчикам ВКонтакте. Вот и все. То есть все, что я сделала в первый год. Фактически деньги в первый год на нашу с Сашкой жизнь я зарабатывала тем, что продолжала писать студенческие работы и даже диссертации, не пользуясь, правда, уже библиотеками, что было очень трудно питерскими. Вот поэтому пришлось это закончить и начать новый бизнес. Но этот бизнес прекрасен. Я реально, хотя было очень трудно здесь в первое время, очень трудно было жить в этом доме, очень трудно было нам с Сашкой даже выжить в первый год, но было сразу же такое счастье, такое счастье от этой тайги, такое счастье от этих трав, такое счастье от этого чувства места в мире. Вот у меня было абсолютно точное ощущение, что я нашла свое место в мире, что я реально приехала домой. Ну, такая вот история, продолжение следует. Ну все, мои дорогие, до скорых встреч, надеюсь, вас заинтересовал мой рассказ. Всего вам доброго.